26 апреля в городе Калачи-на-Дону состоялось торжественно траурное мероприятие в память о подвиге ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. В мероприятии приняли участие ликвидаторы Чернобыльской аварии, родные и друзья погибших чернобыльцев, представители городской районной администрации, волонтеры, представители воинской части 36-42. Все может родная земля, может накормить себя теплым и вкусным хлебом, напоить родниковой водой и удивить небывалой красотой. И только защитить себя она сама не может. Поэтому защита Отечества и родной земли дадут тех, кто ест ее хлеб, пьет ее воду и любуется ее красотой. Добрый день, дорогие друзья! Защищать свою родину – это значит всегда быть готовым прийти ей на помощь в самой страшной беде. Чернобыль – страшная страница нашей истории. И, к сожалению, техногенные катастрофы – это печальная реальность нашего времени. 26 апреля 2021 года в России отмечается День памяти погибших при ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф. Сегодня 35-я годовщина той трагедии, случившейся в Советском Союзе на атомной электростанции в Чернобыле. Сегодня мы собрались здесь, чтобы с особой благодарностью почтить память тем, кто ценой своего здоровья и ценой жизни ликвидировал последствия аварии. Каждый год мы собираемся в этом памятном месте, чтобы говорить, вспоминать и не забывать. 26 апреля 1986 года в 1 час 23 минуты 40 секунд реактор вышел из-под контроля. А еще через 4 секунды произошел взрыв, переломивший не только бетон и металл, но и тысячи человеческих судеб. Добрый день. Да, действительно, 35 лет тому назад случилась беда. Мы все думали, что это какая-то очередная маленькая проблема, но на самом деле оказалась большой трагедией. Я ведь житель Полтавы, это совсем недалеко от случившегося. И проезжая год назад на родину, я просто увидел, в каком состоянии находятся деревья, когда это были пышными и цветущими. И вы знаете, вот вы, ребята, участники ликвидации последствий той трагедии совершили подвиг. Ведь вы даже не знали, какие последствия могли бы быть, если бы не вы. Вы пожертвовали многим своим здоровьем. И многих из тех, кто участвовал в этой войне, я не побоюсь этого слова, с бедой, ушли из жизни в возрасте далеко не стариками. Мы помним о них. Огромное спасибо тем, кто тогда, даже не думая, наверное, о последствиях, о своем здоровье, делает большое дело для того, чтобы сегодня многие из вас стояли здесь, помнили о тех, кого с нами нету, Те, кто живы, крепчайшего вам здоровья. Я уверен в том, что Родина на самом деле об этом помнит. Добрый день, уважаемые участники сегодняшнего мероприятия. Сегодня действительно одна из трагичных, но важных дат в истории всей нашей страны. Именно на ваши плечи выпал тот нелегкий труд, та ответственность, которую вы проделали своим трудом по ликвидации этой страшной аварии. Поэтому огромное спасибо вам за этот вклад, без которого, правильно здесь было отмечено, неизвестно, каким бы последствиям привела та огромная авария, которая произошла в Чернобыле. Конечно же, хотелось бы почтить память тех, кто, к сожалению, не дожил до этого юбилейного года, кто отдал жизни непосредственно при ликвидации самой аварии. Пусть вечная память будет им и земля пухом. Ну а всем живым огромная благодарность за тот вклад, который вы своими плечами внесли в ликвидацию этой страшной трагедии. Спасибо вам огромное. Здесь, на этой территории, посажены новые деревца в память о погибших товарищах, которые навеки остались в списках бессмертного полка ликвидаторов Чернобыльской АЭС и которые и сейчас же в этом же строю, хоть и в портретах. Это только вершина айсберга, той большой и не всегда заметной нам работы, которая проводится под руководством председателя Калачевского районного отделения Волгоградской областной общественной организации «Союз Чернобыль» Валерия Васильевича Ивлева. Ему предоставляется слово. Я, как и всегда, волнуюсь и не буду своими словами. Я написал то, что думал, я прочитаю, лучше что, зачитаю вернее, что я. Вот уже много лет мы считаем своим долгом прийти к этому памятнику и отдать дань уважения тем людям, которые отдали свое здоровье и ради жизни нашего светлого будущего. 35 лет назад история могла бы повернуться коренным образом, поставив под угрозу миллионы людей и судьбу всей нашей планеты. Мы были там, но даже находясь бок о бок с радиацией, мы не знали тогда истинных масштабов трагедии. Но я уверен, что даже если бы и знали, что ждет и нас, и наших товарищей, мы бы все равно пошли бы и делали свое дело, я думаю, не спрашивая и не думая о том, что с нами будет. Из Волгоградской области были призваны на ликвидацию последствий аварии 5700 человек и лишь около 2000 человек осталось на сегодняшний день в живых. Мы не имеем права забывать эту трагедию. Мы обязаны сохранить память о ней, рассказать, как много больше о нем молодому поколению, о созидательной и в то же время такой разрушительной силе атома. Наших земляков-калачевцев, принимавших участие в ликвидации последствий аварии, было 72 человека. Из них 49 сейчас, как и прежде, в строю. Сегодня мы впервые решили создать свой собственный бессмертный порт из наших товарищей, не доживших до этих дней. Сейчас они вместе с нами в строю. Хочу поблагодарить администрации нашего города и района за понимание важности этих событий и за поддержку их и участие. Большое спасибо. Сегодня мы говорим молодежному центру «Лизер», а также воспитанию Калачевской средней школы. МУП, вот это я не знаю, я знаю, как по старинке это называлось, средняя школа номер 3. И лично Зубову Игоря Анатольевича за содействие и высадки нашего парка памяти. Вы видели сейчас наблюдаемого. Будем ждать результатов. Говорят, очень красивые деревья. В завершение хочу пожелать всем присутствующим крепкого здоровья, благополучия и всего самого наилучшего. Участники митинга почтили память жертв Чернобыльской катастрофы минутой молчания и возложили цветы к памятному знаку в парке «Аллея героев». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжилось мероприятие, посвященное 35-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции в зале Калачевской городской филармонии, где глава города Сарычев Денис Владимирович вручил 26 юбилейных наград 22 ветеранам-ликвидаторам и 4 вдовам. После этого состоялся памятный концерт от солистов филармонии. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok